по хэштегу организация пространств в инстаграме сотни постов где идеальные женщины на фоне своих идеальных квартир рассказывают как подойти к порядку в доме с умом я как человек который не может организовать пространство даже на своем рабочем столе решила разобраться в этом вопросе мое первое впечатление да какая-то нежилая у тебя кухня когда я родила двоих детей сразу у меня стало очень много вещей я просто ну говоря русскими народными словами я офигела от того объема вещей которые попали в нашу маленькую квартиру а для детских вещей меня был только комод и соответственно я начала судорожно искать в интернете вообще как впихнуть невпихуемое и потихоньку как-то меня эта тема увлекла потому что с двумя детьми чистоту было очень тяжело поддерживать а я вообще люблю когда все чистенько красивенько расскажи пожалуйста организация пространства это что такое организация пространства я бы сказала что это способ жить в гармонии со своими вещами ну если без философия более конкретно более конкретно это когда ты знаешь где что лежит и не бегаешь как заведенная по квартире перед выходом из дома в поисках той или иной вещи мои господа семейные складывали обувь сюда меня это очень раздражало потому что я люблю когда все максимально пусто фикс прайсе на 50 рублей или сколько вот такую штучку я купила и теперь все знают что обувь можно только тут доставать соответственно у меня пособа песка нету пришел разделся ну точнее мы просто снимаем это обувь моя и петина ну как говорили вы не в теме но теперь вы будете знать если ко мне еще раз придете где вам нужно раздеться и здесь стоит только там обувь которые вы прямо сейчас носите не 50 пар все на осень а где сейчас стоит остальная обувь по ящичкам по коробочкам или без коробочек вот так вот детскую обувь я вот так вот поставила и если что-то нужно достать я просто выдвигаю беру нужную пару нашу обувь вот так вот стоит уже обувь я убрала в коробке потому что он в основном вносит в то в чем он ушел я не ищу где у меня какая обувь вот у меня все все подписано расхламление а из той же области обязательно и что такое расхламление это избавление как бы не хотел создать такое слово употреблять но это избавления дома и твоей жизни от ненужных вещей ведь расслаблении это не только вещи расслабление это это и окружения и какие -то контакты в телефоне топ расслаблении от про это прислали допустим фото кухни прислали описание проблемы, а хозяйка рассказала о том, какие у нее задачи стоят. С чего ты-то начинаешь? Я начинаю с жизненного сценария, потому что как ты двигаешься по квартире. Если ты, например, правша, то логично, что ты заходишь в квартиру и тебе нужно куда-то положить сумку, зонтик. Соответственно, ты сделаешь это справа. Мы все правши, соответственно, логично, что у нас здесь шкафы и крючки. Тут тоже только самое актуальное. То, что мы здесь сейчас носим, то, что мы носим, не каждый день мы убираем на вешалке в шкаф. Ничего нет. Где ключи, где валяющиеся телефоны, счета за квартиру? Здесь у нас гуталин. Какой такой гуталин? Ну, ключи сюда кладем. Здесь лампочки я коплю и батарейки отдельно, чтобы выкинуть сортировкой. Ну, все здесь. Теперь, блин, весь Владимир будет знать, где у меня что лежит. Заходите, люди добрые, берите, что хотите. Про деньги мы не будем спрашивать. Ведь это принципиальная позиция, что на открытом ничего не лежит. Да, да, да. Так и должно быть. Знаешь почему? Потому что это называется горячие точки от открытой поверхности. И если что-то одно сюда попадет, ты положишь ключи. Я приду, положу, там, не знаю, газеты из ящика почтового. Там, ребенок придет, положит свои игрушки из сада, и будет адский ад. Вот оно почему так происходит. Вот оно почему так происходит. Дальше я составляю план. Я делаю зарисовку кухни или шкафы и продумываю, где что будет лежать, исходя из частоты применения и легкости взять и вернуть обратно вещь. Это секрет поддержания порядка и... Ну-ка, можешь мне подробнее секрет поддержания порядка сейчас? Возвращать вещи на свои места. Раньше я хранила тостер там и картошку там внизу, а кастрюли вот здесь. Но логично, что если я беру картошку, я должна ее взять под раковину и почистить, да, соответственно, рядом мусорное ведро, помыть, разрезать, да, как-то подготовить и приготовить. И также тостер. То есть я делала очень много лишних телодвижений, потому... Ну, должно быть все эргономично. Соответственно, вот у меня тут тостер. Вот. Вот. Рядом с розеткой. Я его достала, воткнула, приготовила и убрала на место. У меня тостер никогда не стоит, потому что его очень легко убрать и вернуть назад. Есть ли что-нибудь такое в работе по организации пространств, что интуитивно, казалось бы, как-то нелогично, но на самом деле работает? Есть такое? Да. Самое главное правило — это хранить подобное с подобным, потому что это удобно. Ты сразу видишь весь объем имеющихся вещей. Ты видишь, что там... Ну, просто, предположим, возьмем кухню. Все крупы хранить в одном шкафчике, там, чай хранить в другом шкафчике, там, сладости хранить в другом ящичке или шкафчике. Но, вот, возвращаясь к моему вопросу, логично сделать чайный уголок. Ты хочешь мед? Нет, просто я пью чай с медом, у меня стоит мед на стол. Виноград в шкафу? А, виноград в шкафу, потому что я подумала, что мы с вами будем пить чай, и заранее его помыла, и положила сюда виноград, вообще-то, в холодильнике. Где мошки, прости? Нету мошек. Точно никто не живет. Даже мошки не живут. Да, мед здесь. То есть, вот, твоя полчика, про которую ты говорила, это все для чая, да? Очень часто на кухне у клиентов присутствует просто обилие визуального шума. Это разномастные заводские упаковки, это, там, чаи. Ну, и это, хотя мы и не осознаем, но это очень сильно отнимает нашу энергию, и вот, ты приходишь домой отдыхать, да? Но, когда ты видишь очень набили цветов, фактур, это тебя очень утомляет. И логичнее было бы декантировать вещи, продукты. Как вино? Нет, не как вино. Это когда ты избавляешься от заводской упаковки и пересыпаешь, или переливаешь в лаконичную и повторяющуюся упаковку. Ну, вот, пожалуйста, наглядный пример, как бюджетно организовать группы. Банки обычно из-под Нескафе, кстати, их мне собирали всем нашим домом. Я в общий чат кинула клич, ребята, нужны банки, банки на следующий день были. Я их просто, ну, убрала этикетку и насыпала сюда группы. Подписала с помощью принтера этикеток. А как понять, что тебе нужно что-то организовать? Ну, если вот нет такого, что прям что-то бесит, тем более конкретизирует. Если человек не понимает, что ему нужно что-то организовать, он просто не обращается к организатору пространства. У меня таких людей нет. А таких людей, которые просто увидели рекламу, кого-то увидели, подумали, что это модно, что... Ну, вроде ничего не бесит, но как бы неплохо было бы организовать. Нет, это такая область, куда достаточно осознанно приходят уже, я бы сказала, в критическом состоянии. По разговору понимаю, что организация пространства – это не только про непосредственно какие-то физические пространства, но это еще про какой-то расклад в голове, правильно? Это правильно, да. И что это какая-то философия. Основной посыл ее? Повторишь? Основной посыл – не сделать так, чтобы было красиво, да, как на картиночках в интернете. Это, конечно, классно, да, это красиво, но сейчас все так стремительно и так быстро, и мне даже кажется, что день быстрее проходит и секунды быстрее идут. Это про освобождение времени для себя. Это про семью, это про любовь. Когда ты утром не сумасшедшей головой бегаешь по квартире, орешь на детей, быстрее собираетесь, а знаешь, что вот здесь вот лежат там вещи в сад, да, здесь шапки, здесь куртки, и даешь этим детям поспать на полчаса больше. Это вот про это и себе самой. Спасибо, Алла, за советы, и самое главное, что расхламлять в первую очередь нужно голову. А если очень бесит беспорядок на своем рабочем столе, можно и пересесть за стол более чистоплотного коллеги. Это был призыв. Всем пока.